В социальных сетях нередко выплывают окошки с данными о пропавших людях. По данным общественно-политического издания «Российская газета», ежегодно в России пропадают более 40 тысяч детей. По официальной статистике МВД России, в 2021 году поступило более 43 тысяч заявлений по поиску детей. Эта проблема остро стоит не только в нашей стране, но и во всем мире. Отметим, что с 2010 года к поискам пропавших граждан присоединилась и новообразованное добровольческое некоммерческое общественное объединение «Лиза Алерт», которое по сей день помогает жителям России в поисках близких. Данная структура разбита на группы по всем регионам страны. В Дагестане она образовалась 4 года назад, с момента одной из самых жутких пропаж восьмилетней госпитчанки Калима Тамаровой. Мы с ребятами решили организовать у нас в Дагестане отряд свой, посоветовавшись с нашими на данный момент уже коллегами, Тимуром Будаговым, Максом Максимовеньком. Ну, решили создать отряд, но мы прекрасно понимали, что этот отряд «Лиза Алерт» не имеет юридического никакого, что это не оплачивается. Мы добровольцы. По словам Ибадулы Мутукова, они вдохновились работой «Лиза Алерт» и решили собрать свою команду со всех уголков республики. Сегодня группа занимается поиском пропавших в Дагестане. При поступлении заявки об исчезновении в данную структуру тут же начинаются поиски, в которых нужно учитывать все детали и быть предельно внимательным. Невидимая работа, очень колоссальная, очень большая работа ведется. В плане позвонок, опросов, очень много чего-то. Где-то час-два, даже может быть три, нужно человеку, чтобы просто сделать позвон. В данной работе, как и во всех остальных, возникают сложности. Поисковики выделяют основную проблему – это самостоятельные поиски родных. Мы сталкиваемся с этой проблемой регулярно. То, что родственники пытаются сами найти человека, тем совершают ошибку большую. Потому что чем быстрее выпадает заявка, тем легче нам найти человека. У нас есть такая замечательная фраза в отряде – «медлить значит хоронить». В основном люди, а в частности дети, пропадают по трем причинам. Одна из самых распространенных – это побег из дома. Вторая – заблудился. А третья – намеренное похищение человека. Самым распространенным временем года пропажи детей является весенний сезон, а именно период майских праздников. При любом раскладе у поисковой группы не отличаются главные методы поиска. То есть при работе на отклики, работа на отклик осуществляется только, если это ребенок, женским полом. То есть в лесу, в темное время, там звать по имени, грубым голосом, или можно испугать ребенка и так далее. Поэтому к работе на отклик привлекаются чаще всего женщины, девушки. А также следует учитывать, что при нахождении ребенка ему нужно оказать первую медицинскую помощь. На случай, если он ранен или какое-либо опасное насекомое или животное нанесло вред его здоровью. Мы ребенка, учитывая состояние ребенка, можно ли его вообще транспортировать, эвакуацию проводить над ним, визуально осматриваем его на повреждения, то есть руками сначала не трогаем, если он в сознании. Не менее важно обратить внимание и на психологическое состояние пострадавшего, так как первое время он может находиться в шоковом состоянии. Для этого ему нужно провести курс сеансов с психологом. После того, как нашли человека, мы передаем уже органам, и уже дальше они подключают и психолога, и других. Они уже врачи сами решают, нужна ли помощь психолога или же нет. Но на этом этапе у нас наша задача завершается. Важно отметить, что у поисковой группы нет систематизированного графика работы. Они обрабатывают заявки всегда и находятся в поиске ежеминутно. Самая молодая участница организации Саният Арслангиреева нашла пропавшего по дороге домой, исследуя улицы города. Мы закрыли работу, ездили домой. Домой по Азизалиеву ехали. И получается час назад, полтора часа назад, в ММВД Дагестан, ориентировку увидели. Мимо проезжая, увидела дезориентированного человека. И как бы, похоже был. Остановились, подошли, узнали, как зовут. Вроде он, позвонили родителям. Участником добровольческой группы «Лиза Алерт» может стать любой желающий. Для этого ему нужно просто зарегистрироваться на сайте организации и мониторить заявки. Абсолютно для каждого там найдется работа по определенному направлению. Важно отметить, что участники поисковой группы также ежегодно проходят подготовительные учения и улучшают свои навыки.